МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поступить туда, куда хочется, выучиться на радость и гордость всем нам и вашим родителям и стать настоящими людьми. И хочется, чтобы подпольная правда была одним из радостных воспоминаний вашей детской и взрослой жизни. Прошлый выпуск, посвященный портрету современного геймера, вызвал такой отклик, такой шквал писем, они продолжают приходить, что за неделю собирательный образ мы нарисовать не успели. Но я хотел бы лично поблагодарить зрителей, которые прислали письма в числе первых пяти. Вот их имена. Александр Лебедев, Андрей, без фамилии, он же Дрон 2000, Лавр, Мироха, Арсений Барышников, Барышков. Бригада. В почтовом ящике их еще несколько сотен. И, ребят, не думайте, что я про вас забыл. Ну вот, благодарственно-поздравительная часть закончилась. И я объявляю, что говорить мы будем об играх и государстве. А в эфире самая добрая межгалактическая передача Солнечной системы и Московской области. Подпольная правда на 3db.games.tv.ru Отношения с играми у нашего государства складывались по-разному. Впервые громко компьютерные игры в России заявили о себе Федерации компьютерного спорта в России в 2001 году. Как выводят шельмы. И папа, ну какой у вас дурной вкус. Это ж Ванька из слободки горло дерет. Правда, никакого компьютерного спорта в России официально не было. Но это у нас, как обычно, слово есть, а жопы нет. После этого мы стали первой страной, где киберспорт признали спортом на государственном уровне. Легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов. Когда я ходил в детский сад, половина мальчишек хотела стать третьиком, половина Фетисовым. И по совместительству глава Госкомспорта России в те годы издал приказ, согласно которому киберспорт стал настоящей спортивной дисциплиной. Это прошло 4 года назад. Потом мы стали первой страной, которая исключила киберспорт из общегосударственного реестра видов спорта, потому что зачисляли его туда с нарушением критериев. Необходимо развитие спортивной дисциплины более чем в половине субъектов Российской Федерации. А как вы сами понимаете, для киберспорта необходимо наличие какой-никакой интернет-сети. А у нас более чем в половине субъектов не то что интернет-сети, а электрической и рыболовной сетей на всех не хватает. Странная какая-то у вас настроечная таблица. Кругами. Это у них не таблица. Это у них все паутиной заросло. При этом, несмотря на официальное исключение киберспорта из общероссийского реестра, он имеется в перечне видов спорта, признанных федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также в перечне видов спорта для введения в государственные программы физического воспитания населения. Ну, в общем, по давней русской традиции исключить-исключили, но должны прививать на местах народу. От сахи, так сказать, к джойстику от мелиораций Харрис Мун. То ли на общественно-любительских, то ли на добровольно-принудительных началах. Не знаю. А если не будут брать, отключим газ. Это что касается киберспортивных игр «Варкрафт», «Квейк», «Анрилл Турнамент» и «Ежесни». А что ж с прочими? На днях в Институте современного развития состоялся круглый стол по проблемам регулирования деятельности по созданию и распространению электронных компьютерных игр в Российской Федерации. Вместе с Институтом современного развития, организатором обсуждения выступил под Комитет по технологическому развитию Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связям. Фу. Замью закончено. Перехожу к сути дела. Во-первых, думцы подали идею создать правительственный фонд поддержки отечественных игроделов вроде кинофонда. Деньги будут давать только под патриотические правильные игры, поэтому вообще не ясно кому. С одной стороны, радует, что будет меньше появляться игрушек на тему Второй мировой, где геймерам предлагают примерить мундир эсэсовца. То есть может быть меньше появляться. С другой, я все равно не слишком понимаю, что такое патриотическая игра. Поскольку все псевдо-патриотические игры, что мне доводилось видеть до сих пор, либо до одури безвкусные, либо низводят идеалы до уровня балаганного вертепа, либо и то и другое. Или может патриотическая игра, это когда берем немецкого свена, повелителя овец, заменяемого русским медведем с балалайкой, и пуща он этой балалайкой пялит вместо овец американского дядюшку Сэма? В таком случае призываю правительство Российской Федерации и этот самый подкомитет комитета отдать все деньги личным людям. До копеек. Во вселенной станет чуточку меньше эдиотизма, а я себе куплю что-нибудь полезное. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганты мыслей? Я думаю, торг здесь неуместен. Еще одна насущная задача государства в отношении нашего игропрома – это ввести систему возрастных рейтингов на игры, чтобы урегулировать доступ к ним подростков и молодежи. То есть вас, дорогие телезрители. Дети, вы хозяева лагеря. От вас что требуется? Дисциплина! Я не знаю, для кого именно собираются вводить эти самые рейтинги, но против правды не попрешь. Почти все написавшие нам зрители ни под один рейтинг не подходят. И если что, оставят без прибыли российских игроделов подчистую, которые просто не будут иметь право им что-нибудь продавать. Другое дело, что вы, дорогие друзья, подпольной правды ничего и покупать-то не собираетесь, потому как денег на игры, по крайней мере компьютерные, не тратите. И вертели все эти рейтинги на 21 пальце, выкачивая все, что нужно, из пиринговых сетей. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну-ка иди сюда! Депутат Госдумы и председатель того самого подкомитета комитета по фамилии Пономарев намекнул, мол, пора бы разработчикам самим уже создать орган ранжирования игр по возрасту, пока это не сделало государство. И я советую разработчикам прислушаться, потому как государство у нас так отрегулирует, мало никому не будет. И, ну, погоди, запретят, потому как волк появляется в кадре с сигаретой. Там, я не знаю, и на спокойные очи малыши вето наложат, там тоже, знаете ли, спят усталые игрушки. Это, небось, для секс-шопа. Как видите, дорогие друзья, государство с играми пока не дружит. И все попытки заканчиваются, как бы это сказать, странно. Одна надежда на вас. Поступите в институты и университеты, выучитесь, пойдете работать в Госдуму и примите, наконец-то, такие законы, чтобы всем было хорошо. Только если надумаете закручивать гайки, не забудьте к тому времени, как вы подростками смотрели «Подпольную правду» и качали в тихомолку хентайные игры с ***.ру. Мы никому не скажем. Ну и пишите на «Правду», как всегда, собака.геймсвестиви.ру. И до следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok